Именем России Стоять всем! Пошел следующий, следующий Приговорил, приговорил, приговорил Пошли Согласно части второй статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации Цели наказания состоят Восстановление социальной справедливости В исправлении осужденного Предупреждение совершения новых преступлений Здесь В колонии Белый Лебедь Содержатся те, кто приговорен пожизненно Многие из них сегодня говорят О раскаянии Диалоги с убийцами Фильм второй Наша съемочная группа Получила уникальную возможность Не только наблюдать За жизнью учреждений ИК-2 Но и неоднократно беседовать С теми, кто содержится в этом Особым режиме Мы слушали их Слушали и снимали Стараясь сохранить объективность Спрятав собственные эмоции Ведь объектив Это важнейшая часть кинокамеры Бесстрастно фиксировавшей Все наши диалоги с убийцами Одних мы знали давно С другими встретились здесь впервые Согласие заключенных на беседу Было обязательным Как и эти наручники Вне стен камеры Или прогулочного бокса Говорят, что справедливость Без сострадания Не справедливость А жестокость Но и сострадание Без справедливости Не сострадание А глупость Здравствуйте И как мы Общество Должны относиться К тем Кто осужден Провести здесь Весь остаток Своей жизни Может быть Стоит смягчить им Столь жесткие условия Содержания Убрать и эти наручники И металлический трос Для их фиксации Мы хотим с вами Немножко поговорить Прогружайте Пожалуйста Перед нами Спокойный Мягко улыбался Немолодой Доброжелательный человек Явно стремившись Вызвать к себе Сочувствие и расположение Он не волновался Скорее Мы суетились Вокруг него Меркулов Максим Павлович Родился в 1966 году В городе Николаевске На Амуре Национальность Русский Образование 10 классов Профессия Электромонтер 4 мая 1994 года Приговорен Хабаровским Краевым судом К смертной казни 2 апреля 1999 года Смертная казнь Заменена На пожизненное Лишение Свободы Скажите Сколько лет Вы уже здесь Находитесь Если находиться Именно в этой колонии То уже 8-й год А до этого В другой колонии Были, да? А до этого Я находился В следственном изоляторе Города Хабаровска На посту ИМН То есть Приговоренный К смертной казни С 1994 года Два года Еще в следственном СИЗО Города Николаевского На Мухахабаровске Краевского То есть Вы были Приговорены К смертной казни Да И когда Вот был объявлен Мораторий То вас Перевели сюда После объявления Не моратория После объявления Моратория На исполнение Смертной казни Еще находился В СИЗО В 99-м Указ О помиловании И через Почти Два года Перевели В СИЗО Ну видать Мест не было Или как-то там Пока находились там До решения Все Вы обрадовались Что отменили Смертную казнь Честно сказать Нет 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 То есть Вы что Предпочли бы Чтобы Вас расстреляли Ну На таком положении Да Действительно так Дело в том Что Если говорить О помиловании Именно О помиловании Президента То возможно Это был бы Лучший вариант Но после выхода Конституционного Постановления 99-го года 2-го февраля То есть Указ президента Он в принципе Противоречил Постановлению Конституционного суда И получается Что нам Поменяли Помилование Местный закон Вот и все Очки Можно Вам снять Да Снимите Пожалуйста Сейчас ему За 40 Но этой Почти цирковой Гибкости Позавидуют И молодые Все таки Я Что-то Не пойму То есть Вы Предпочитали Чтобы Вас лучше Расстреляли Лучше Так Понимаете Дело в чем Дело в том Что наверное Ну каждый Кто Прошел Смертную казнь Тем более Просидел в камере Смертников Не один год И На тот момент Когда Исполнялись Еще Приговоры То есть Человек морально Уже готов Буквально через год Ну достаточно При нем Вот я сидел На тюрьме Которая Исполняла Приговоры Не просто Возили А в Хабаровске Исполнялись Приговоры По Дальнему Востоку То есть Прошло Много людей Которых Увели на исполнение Страшно Первый раз Ну вот Когда человек Уводит Первый раз Неизбежность То есть Принимаешь Ты готов К этому В любой момент То есть Уже не страшно Уже не Ну что-то уже Не держит То есть Ты понимаешь Что Ну эта жизнь Она скоротечет Тем более Я уверовал Во Христа Находясь Следственным изолятором Речи Вот То есть Для меня Уйти туда На небо Для меня Не страшно Прервать эту жизнь То есть То что я получу Там То есть Я считаю Я получу больше Нормально Я верую Милующего Бога Понимаете Для меня Это не страх Но дело в том Что как писал Апостол Павел Для меня Жизнь Христос Смерть приобретения Но я остаюсь В этом мире Потому что Ну видать Богу я еще нужен Вы уверовали Уже после ареста После ареста Через 20 дней Ну Через встречу С миссионерами Там В следственном изоляторе И Так сказать Благодарение Богу Что он дал мне еще Возможность Потрудиться На смертном Приговоре Среди людей Которые Так же как я Были приговорены К смертной казни В последнее время В различных колониях России Строится храм Общество Стало более гуманным К тем Кто нарушал Его закон Но этот шаг Предполагает И взаимность Ведь вера Несовместима С преступлением Не укради Не убей Ее строжайшие заповеди 23 января 2008 года Архиепископ Саранский Мордовский Варсонофий Осветил храм Во имя Николая Чудотворца В поселке Сосновка На стыке Двух лагерей Один из которых Для приговоренных Пожизненно Это Первый храм Колонии Особого режима Была совершена И божественная Литургия Главная Православная Служба Соединяющая Человека С Богом На эту службу Были допущены И трое Из тех Чье заключение Ограничено Только Их жизнью Вот они На переднем плане Как иногда Могут убедить Эти слезы покаяния Сейчас мы продолжим Разговор с Меркуловым И попытаемся понять Что значит оказаться В этой тюрьме Я снова вас попрошу Снимите очки Снимите очки Меркулов еще раз Показывает нам Свой почти цирковой номер С очками А вот что это такое Для вас Пожизненное заключение Пожизненное заключение Для меня Ну для меня Во-первых Если говорить В общем плане Человек привыкает Ко всему Любым условным То есть Проведено 16 лет В условиях Еще может быть В МН Худше Чем Здесь По сравнению С Хабаровским Здесь условия Ну как сказать И камерные И питание И все Намного лучше Человек привыкает А кто же она Сядь дома Ну понимаете Я с тела дочке Было 3 года Сейчас ей уже будет 20 Практически Она мне пишет Но мы друг друга Практически так не знаем Мама есть Мама Это понятно А то что связывает Ну все Бертится уже здесь Именно в христианской среде Если брать по Божьей линии Сделано То что Ну может быть Мало кому удавалось Сделать И служителей церкви Даже оттуда Сход То есть Пройти на пустый момент Сложно Человек Который раскаялся В своих делах И принял бы Христа Кто-то ему должен В об этих стенах Говорить Содействовать Как-то тюремному Служению России Православному Мы по ассоциации Мы сотрудничаем Со всеми С религиозными Организациями То есть И православные И католики А вот с мусульманином Вы нашли общий язык? Ну видите Мне проще Как волонтеру МАКС Мы работаем со всеми Мы стараемся идти То есть Бог един И мы должны искать Пути объединения А не пути разъединения Мы стараемся Не затрагивать Болевые точки В религиозной сфере Мы понимаем У кого Те еще больное Мы стараемся Находить общее Для них Христос тоже значит И пророк И мессия грядущий Понимаете А там дальше Молимся друг за друга Бог ведет Это тоже один из показателей Понимаете Если человек умеет Здесь Среди разных людей Находить Ну какие-то Консенсус То есть договоренность Какое-то Взаимоотношение Строить Значит Он уже начинает Исправляться Уже его эго Оно как-то Начинает Подстраиваться Под других То есть Не как на свободе Раньше Что не так сказал Там Начинает Обматерил Обругал По лицу Ударил Понимаете То есть Человек Уже здесь Начинает Учиться Хоть он конечно Есть что И ругаются Люди в кадре Но у вас Как-то Без конфликтов Я стараюсь Сам Не допускать У себя Отношения Такие Чтобы Человека Заводить Болевые точки А лучше Ну где-то Склоню голову Где-то Попрошу прощения Где-то Обходить Острые конфликты Оно не ведет Добро Нигде Ни там Ни здесь Какая разница Здесь тоже Жизнь такая же В принципе Как на воле И так же Со своими Нюансами Как в любови Ну трое Живут как в семье Где-то ругаются Где-то Ссорятся Мы где-то Мирятся То есть Стараемся Находить Общий Это Точные Макеты Камер Колонии ИК-2 Именно Здесь Проходят Дни Месяцы Годы Заключения Оказавшись В тюрьме Меркулов Почти сразу Уверовал В Бога Но к тюремным Порядкам Он привыкал Гораздо Дольше 1993 2002 Год Два раза Лишен Отоваривания За межкамерную Связь Карцер Семь суток За оскорбление Сотрудника ШИЗО Семь суток За халатное Отношение К уборке Камеры Поощрений Нет С 2003 По 2007 Годы Девять Поощрений За примерное Поведение Может это Шаги К условно Досрочному Освобождению Но готово ли Общество Верить Покаянию Убийцы Ведь только Бог Видит Сердце Человека По распорядку У заключенных Прогулка Мы вынуждены Прервать Нашу беседу Нарушать режим Здесь не положено Даже гостям Каждая камера Выводится На прогулку Отдельно Заключенные Никогда не видят Соседей Ни по коридору Ни по прогулочным Боксам Камеру Покидают Только в наручниках В раскрытых Ладонях Не должно быть Никаких Предметов Исходно Третий Подошел Исходно Дежурный Тщательный досмотр Для всех Обязателен При каждом Выходе Из камеры Порядок Досмотра Жесткий Строго Регламентированный И соблюдается Неукоснительно Смотреть В глаза Охране Запрещено Каждого Заключенного Сопровождает Сотрудник Охраны Каждую Группу Старший Конвой Прогулочный Бокс Изолирован Со всех Сторон Только Когда Дверь Закрывается Офицер Снимает Наручники Поочередно Побегов Из таких Колоний Не бывает Пожизненное Заключение Высшая Мера Наказания Существующие Сейчас В России И условия Содержания Осужденных Почти Одинаковые Во всех Пяти Колониях Особого Режима Любое Нарушение Дисциплины Строго Наказывается Мы Смотрели Сверху На эти Крошечные Накрытые Решетками Боксы Пять Шагов В одну Сторону Пять В другую Лавка Металлический Турник Это единственная Иллюзия Свободы Которая Дана Осужденным Для них Это и поле И лес И город Только Здесь За эти Полтора Часа Прогулки Они могут Позволить Себе Хотя бы Свободное Движение Пять Шагов Туда Пять Обратно Большего Они Никогда Не получат Движение Сережа. После того, как прогулка закончилась, мы продолжили разговор с Меркуловым. Жить здесь можно, получается? Ну, конечно, можно. А как же нельзя? Жизнь заключается же не в том, что я буду ездить там на Мерседесе или еще как-то там на Воле. Жизнь заключается в том, приносишь ли ты пользу. Если есть у тебя польза окружающим тебя, то ты уже не зря живешь. Меркулов родился 1 июня 1966 года в городе Николаевске-на-Амуре. Проживал на улице Горького. Здесь, в Николаевске-на-Амуре, Меркулов окончил школу, работал электромонтером, женился, родилась дочь. Казалось, что все у него складывается хорошо. По-человечески, как любят говорить в России. А что вы чаще всего вспоминаете из прежней жизни? Из прежней жизни? Из прежней жизни я вспоминаю больше всего, что, в принципе, сам вот себе. Я, ну, как сказать, не слушался, когда мне говорили старше, что, ну, так как ты живешь, там, ну, будет неправильно. То, что я к семье относился, наверное, не так, как оно нужно было. Ну, в принципе, меня так и не учили. Я воспитан в комсомольской среде, так скажем, в советское время Бог, там, да. То есть, что они так к семье относились? У вас отношения были с родителями хорошие? С родителями хорошие. Ну, у меня мама и бабушка, у меня отца, я не помню, они разрезались, я еще был очень маленький. Вот. А с семьей, ну, понимаете, я мог вечером уйти из дома с друзьями. Не то, что пьянки, я не пьян стал, но где-то с друзьями посидеть дома, поговорить. Жене, ну, мог сказать, там, отстань, я, там, пойду на какую-нибудь комсомольскую конференцию, ну, занимался комсомолем. Знаете, то есть, ну, интересы свои личные ставились выше как-то, понимаете, семьи, там. То есть, вы осуждаете себя, что ходили на комсомольские конференции вместо того, чтобы находиться больше с женой? Не так, что на конференции. В это время это тоже была общественная жизнь, она тоже нужна была и стране, и определенной категории людей. Просто, что в свете христианского уже учения я неправильно поступал с женой во многих случаях. Я неправильно поступал порой по отношению к маме, потому что только, ну, только в разлуке осознаешь то, как говорится, что имеем не ценим, а потеряем плач. Комсомол, маму, что имеем не ценим. Мы слушали его и не верили. Посмотрите на него покадрово. Посмотрите. Вот мы сейчас останавливаем кадры и видим этот разговор, который он ведет про Бога или про Синий. У него есть фазы, в которые мы не верим. Посмотрите еще раз. Сейчас он говорит о Боге. В этой картотеке десятки фамилий тех, кто убивало на силу, не боясь ни людей, ни Бога. А сейчас, извините нас, мы прочтем выдержку из материалов уголовного дела. Меркулов осужден за умышленное убийство 30 марта 1992 года с особой жестокостью двух лиц. Попок Л.Е. 57 колотрезанных ран и ее малолетней дочери Попок Татьяны. 26 ножевых ранений. Преступления были совершены с особой жестокостью. Потерпевших Меркулов убивал на глазах друг у друга. Когда жертвы находились в беспомощном состоянии от причиненных им телесных повреждений, Меркулов изнасиловал Попок Л.Е. Глумясь над жертвами, срезал сосок. Спорол живот и вставил. А Попок Т пальцем причинил повреждения. После чего перерезал обеим горло. А вам сны какие-нибудь снятся? А вот сны мне не снятся вообще никакие. Сам поражает. Лег, как провалился, проснулся и все. Как видите, спит он хорошо. Меркулов изнасиловал Попок Л.Е. Субтитры сделал DimaTorzok